Не секрет, что человеческое воздействие на природу оставляет крайне неблагоприятный след в окружающей среде. В частности, стремительно уменьшается число видов на Земле. Биологическое разнообразие – это источник множества ресурсов – продуктов питания, лекарств, одежды, строительных материалов. Утрата этого богатства грозит серьезными проблемами для всего человечества. Поделиться опытом в этой сфере и обсудить пути решения злободневной проблемы. Вот главная цель летней русско-американской школы – биоразнообразие, особо охраняемое природной территорией и управление биоресурсами, организованной Институтом экологии и природопользования КФУ. В России с ее огромными территориями, огромным разнообразием климатических зон, территорий, это все можно посмотреть воочию. Именно поэтому американские студенты откликнулись и захотели приехать на нашу школу. Проблемы в двух странах действительно схожи. К примеру, это негативное влияние дамб на экосистему водоемов. Их строительство убивает большое количество растений и подвергает опасности естественную среду многих животных. Рыбы и растения в этих местах не могут размножаться, и это тоже большая проблема для экосистемы. У нас та же ситуация в Америке, особенно в Миссисипи и Неваде. Надеюсь, по опыту Волги мы сможем решить этот вопрос и у нас. В программе у студентов из колледжа Вечно Зеленого Штата не только лекции, но и посещение заповедников, природных ландшафтных зон и парков. К тому же, это хорошая возможность для студентов Америки и России поближе познакомиться и поделиться опытом, не говоря уже о практике английского для ребят из КФУ. Россия и Америка борются с одними теми же проблемами окружающей среды. Я хочу донести до ваших студентов следующее. В этой борьбе нет государственных границ. Мы все граждане мира и должны сплотиться против глобальных угроз человечества. В знак сотрудничества колледж Эвергрин передал Казанскому университету флаг с изображением планеты Земля. По словам представителя колледжа, это знак того, что мы должны прекратить все споры и задуматься о безопасности нашего общего дома. Диана Вакян, Роман Самарин, Универ Ньюс.